Как я уже обещал вам, мы будем сегодня изучать книгу пророка Авдия. Если вы вспомните, в самом начале нашей библейской школы, когда мы только приступали к изучению Ветхого Завета, я задавал серию диагностических вопросов таких, чтобы показать актуальность изучения Ветхого Завета. Я спрашивал у вас, как часто вы читаете Ветхий Завет, прочитали ли вы его полностью, как часто слышите проповеди по Ветхому Завету. И один из вопросов, который я задавал, чтобы мы могли проверить, насколько хорошо мы знаем Ветхий Завет, это был как раз вопрос, о чем говорит книга пророка Авдия. Можете ли вы об этом рассказать? И этот вопрос, конечно же, вызвал у вас затруднения, но он вызывает затруднения у большинства христиан, потому что это маленькая книга Ветхого Завета, она состоит всего из одной главы, мы редко ее читаем, мы плохо знаем историю, исторический фон Ветхозаветных времен, и поэтому эта книга у нас просто теряется на фоне остальных книг. Но, тем не менее, она является частью Божьего Откровения, и мы должны и ее тоже изучить. И вот сегодня у нас как раз будет такая замечательная возможность. 2 февраля 2013 года, то есть это относительно недавно, довольно-таки свежие на исторической шкале события. Итак, 2 февраля 2013 года был найден застреленным человек, человек, чья смерть является яркой иллюстрацией одного важного урока, о котором говорит Библия. Этого человека звали Крис Кайл, ему было 38 лет, и он был офицером спецназа, и даже рекордсменом страны среди снайперов. То есть он специализировался именно на снайперском искусстве, и он был рекордсменом страны. За свои достижения он получил звание самого опасного стрелка, поскольку на его счету было более 160 пораженных целей. Кайл был также известен тем, что он активно поддерживал и пропагандировал свободную продажу и ношение оружия. Уйдя со службы, он написал книгу «Оружие, которое изменило Америку». То есть он не только практиковал сам пользование оружием, но он и активно пропагандировал за свободное распространение оружия и даже написал на эту тему книгу. Он основал учебное заведение, где обучал стрельбе всех желающих. После того, когда в очередной раз в Америке произошла стрельба в школе, он дал интервью, в котором он призывал вооружать всех поголовно школьных учителей, то есть чтобы все учителя в школе были носителями оружия. И он продолжал категорически возражать против каких-либо ограничений во владении оружием. И вот спустя несколько месяцев после этого интервью Кайл отправился на тренировку и попался навстречу молодому парню, недавно вернувшемуся из горячей точки. Этот парень не справился с нервным стрессом, и слово за слово, между ними произошла какая-то перепалка, и вот этот парень достал находившийся у него при себе полуавтоматический пистолет, он сделал несколько выстрелов в Криса. Этот пистолет был именно тем видом оружия, за которое пропагандировал Крис Кайл. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Про такие ситуации нередко говорят так. За что боролся, на то и напоролся. Подобные явления, когда люди на собственном опыте испытывают последствия своих собственных ошибок, являются настолько частым явлением, что для них даже придумано специальное название. Это называется закон бумеранга. То, что человек делает другим бумерангом, возвращается к нему самому. Но еще прежде, чем люди вывели вот это наблюдение из своего опыта и придумали это название, закон бумеранга, еще задолго до этого Библия уже рассказывала о данном принципе. И этот принцип звучит во многих местах Священного Писания и влияет непосредственно на нашу жизнь. Например, апостол Павел говорил, «Не обманывайтесь, Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Еще раньше Христос говорил, «Какую меру мерите, такую же отмерится и вам». Луки 6, 38. «Давид в Ветхом Завете восклицал, в Псалме 17, «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Итак, Библия учит, что Бог видит абсолютно все происходящее и вершит свой справедливый суд согласно делам человека. И вот ярким подтверждением и хорошей иллюстрацией этого важного библейского урока является самая маленькая книга Ветхого Завета – книга пророка Авдия. Она состоит из всего одной главы, и ключевым стихом этой книги можно назвать 15 стих. Авдий 1, 15. Это, можно сказать, ключевой стих, который вбирает в себя содержание всей этой книги. Там сказано, «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». В этом ключевом стихе звучит идея Дня Господнего. Она впервые появляется в Ветхом Завете именно в книге пророка Авдия хронологически. Хронологически мы с вами чуть позже еще скажем о том, когда была написана эта книга, и о том, что это самое раннее хронологически из всех пророков Ветхого Завета. И вот в этой книге впервые звучит понятие День Господень, и провозглашается принцип воздаяния Богом всем народом. «Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». В основе этого принципа лежит Божье обещание, которое было дано в Завете Авраамовом. В Авраамовом Завете Бог сказал, это Бытие 12 глава, 1-2 стихи, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Это обещание подразумевает, что если какие-то другие народы или люди будут желать блага Аврааму и его потомкам, то есть благословлять их, то Бог будет желать блага им, этим людям, этим народам и благословит их. А если какой-то человек или даже целый народ будет делать Израилю зло, злословить, умолять потомков Авраама, то Бог таких людей проклянет. Именно эта участь постигла народ Эдома. Народ Эдома. Эдом или Эдумеи. Они коварно поступали по отношению к израильскому народу во время одного из нападений на Иерусалим. И Бог провозглашает, что за то, как они отнеслись к Израилю, Бог также отнесется и к ним самим. Книга Авдея состоит из двух частей, каждая из которых свидетельствует о Божьей верности Авраамову Завету. То есть фактически вся книга Авдея опирается на Авраамов Завет. В первой части книги Бог показывает свою верность Завету, возвещая суд над Эдомом. И это согласуется с Авраамовым Заветом. Благословлю благословляющих тебя, проклинающих тебя прокляну. Вот на основании этого Бог возвещает суд над Эдомом, поскольку Эдом злословил Израиль, проклинал его, делал зло Израилю, Бог проклял Эдом. Вторая часть книги объявляет о благословении Израиля, как и было обещано в Авраамовом Завете, где Бог сказал, «Я благословляя, благословлю тебя и овладеет всеми твоими городами врагов твоих». Бытие 22.17. А именно это и возвещается в последней части книги Авдея. Итак, давайте разберем вот эти вот две части. Первую часть мы назовем «Божья верность в суде» и вторая «Божья верность в благословении». Первая часть книги – это первые 16 стихов «Божья верность в суде». Как мы уже сказали, эта книга начинается с суда над Эдомом. Что это за народ такой Эдом и чем они провинились? Эдомеи ведут свое происхождение от Исава. Исав – это был первенец Исаака и Ревекки. Он был братом-близнецом Иакова. Помните, Исаав и Иаков родились вместе. Вот. Близнецы – они были разнояйцевые, потому что их внешний вид сильно отличался друг от друга. Так вот, книга Бытие рассказывает, что Исав боролся с Иаковом еще в утробе матери. Когда он родился, его назвали Эдомом. Этот корень в семитских языках обозначает «красный». Эдома назвали, или Исава назвали Эдомом, красным, потому что у него был такой соответствующий цвет кожи, вероятно, такой же цвет волос. Позднее он продал первородство за красную похлебку. Он сказал, дай мне этого красного, красного этого. И это название снова за ним закрепилось. Его называли Эдомом, то есть красным. Спустя время Иаков, его брат-близнец, хитростью украл у него благословение отца. И с этого начинается глубокий конфликт между этими двумя братьями, который продолжался на протяжении многих лет их жизни, пока они не примирились. Но пророчески было предвозвещено, что этот конфликт будет продолжаться дальше между народами, которые произойдут от Исава и Иакова. То есть между Идумеями и израильтянами будет продолжаться тот же самый конфликт, который начался еще при жизни Иакова и Исава и даже начался еще в утробе матери. Книга пророка Авдия начинается сообщением о том, что Бог решил позволить окружающим народам выйти на Идом войной. И эта война закончится падением нечестивых потомков Исава. Сначала Авдий говорит, каким образом Бог проклянет Идом. Это первые девять стихов. Затем объясняет, чем Идом заслужил это проклятие. Стихи с 10 по 14. И потом возвещает Божий суд и над другими народами, в том числе это стихи 15-16. Давайте поговорим вот об этих составляющих. Напомню, первой части книги «Верность Бога в суде». Суд над Идомом. Первые девять стихов. Из описания в первых девяти стихах мы можем увидеть не только то, как Бог наказал Идом, но и в более общем смысле, как Бог может являть свое проклятие над любыми нечестивыми людьми. То есть здесь проклятие Идома служит прототипом или образцом для наказания и суда над другими людьми и народами. Давайте посмотрим, какому проклятию Бог подверг Идом. Во-первых, это проклятие войны. Первый стих. Бог отправляет посла к народам, чтобы собрать их на войну против Идома. Он говорит им, идите, вставайте, выступим против него войною. Сам Бог побуждает фактически глашатая пойти и собрать народы на войну против Идома. Если сам Бог поднимает народы на войну, то следует ожидать чего-то страшного. Во-вторых, мы видим проклятие презрения. Второй стих. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Когда Библия говорит в Авраамовом завете «злословящих тебя прокляну», то вот это вот слово «и злословить, и проклинать» в древнееврейском языке, оно происходит от корня, который обозначает «малый» или «легкий». И вот Бог говорит «вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении». Это является следствием как раз исполнения Авраамова завета «злословящих тебя прокляну». Те, которые умоляют тебя, можно так сказать, «я их умолю». И вот здесь Бог говорит Едому «я сделал тебя малым между народами». Это Божий суд. В-третьих, проклятие гордости. Третьи, четвертые стихи. Как известно, Бог гордым противится. Об этом говорится в других местах Писания. Бог гордым противится, Бог ненавидит гордость. Мы сегодня слышали, что гордость является мерзостью в глазах Бога. Поэтому, если кому-то Бог попускает возгордиться, если кого-то Бог не наказывает раньше, не останавливает, не смиряет раньше, а допускает человеку дойти до какой-то точки так, чтобы его гордость расцвела пышным цветом, то это Божий суд. Есть даже такая поговорка, что прежде, чем Бог кого-то низвергнет, Он позволяет им вознестись. Иногда Бог позволяет человеку почувствовать себя высоко, а потом его сбрасывает вниз. Как в книге притчей 16-18 сказано погибели предшествует гордость и падению надменность. И Бог говорит, что Он допустит и дому возгордиться, и это тоже его наказание. Из этих стихов мы узнаем о гордости что-то важное. Гордость таится в сердце человека, в глубине. Она любит обольщать и обманывать. Ее искусная ложь направлена главным образом на самого человека, в сердце которого она находится. Она обманывает самого человека. Ложь гордости старается исказить взгляд человека на него самого и на других, в том числе на Бога. Самого человека гордость возвеличивает, других принижает и Бога выводит за скобки, устраняет, как если бы его не было. Гордость активно ищет любые основания для того, чтобы превознестись над другими. И здесь уже не важно что, гордиться можно любой вещью, гордиться можно богатством и можно гордиться своей бедностью. Можно гордиться своими достижениями и можно гордиться тем, как сильно ты пострадал. Можно гордиться своей силой и можно гордиться тем, какой ты слабый и непонятый другими и как все тебя не понимают и отвергают и как тебе плохо живется И этим тоже можно гордиться. Кстати, психологи очень часто не различают это. Они очень часто говорят о заниженной самооценке. И вот посмотришь, человеку, которому ставится диагноз «заниженная самооценка» — огромная гордость просто в другой форме. Мирские психологи этого не распознают, и это огромная, так сказать, диагностическая ошибка в современной мирской психологии. Так вот, гордость может использовать абсолютно любой повод для того, чтобы себя внутри пожалеть, собой упиваться, собой себя как-то превознести. И чем же гордился Эдом? Эдом гордился своим расположением и своей неприступностью. Эдумея располагалась среди гор в труднодоступном горном районе. Один из ключевых городов Эдома — это город Села. Он упоминается в нескольких местах Писания, вы можете вспомнить, может быть, это название. Так вот, это один из ключевых городов Эдома — Села. В переводе с еврейского Села означает «скала». Это был горный район. Этот город со всех сторон был окружен высокими скалами. Попасть в него можно было только через длинный и узкий туннель, поэтому он считался максимально защищенным. Представьте себе город, который окружен не просто стеной крепости, и это не просто стена высотой в несколько метров. Представьте себе город, крепостные стены которого сформированы скалами высотой в несколько десятков метров и тянущиеся на много километров в округе. Так что пройти можно только по узкому проходу, который защищать от огромной армии могут всего несколько человек, потому что там узкий проход. То есть этот город Села считался практически неприступной крепостью, и Идумеи гордились тем, что никто не может их завоевать. Вот это вот осознание собственной кажущейся неуязвимости, оно сыграло с ними злую шутку. Сначала заставив их гордиться, и затем сбросив их вниз. В ответ на самонадеянности дома, который был убаюкан своим таким высоким положением, Господь отвечает, что нет такой высоты, с которой он не смог бы достать и сбросить гордое сердце. Четвертый стих. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко. Вы знаете, орлы вьют свои гнезда на вершинах гор, на вершинах деревьев. Мы как-то видели во время одной поездки в дикой природе, мы видели скалу, которая была и так отделена от всего окружающего, так сказать, от всей окружающей природы. Высокая скала, она поросла лесом, и вот на этой высокой скале на вершине деревьев были гнезда орлов. И вот Бог говорит, хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, но и оттуда я не зрин у тебя. Нет такой высоты, с которой Бог не мог бы сбросить гордое сердце. Однажды гордый царь, который правил величайшей империей древнего мира, Вавилонской империей, причем он был одним из, если не сказать, самым выдающимся царем этой империи, это царь Навуходоносор. У него было огромное количество достижений и в плане завоевания всех народов, и в плане гуманитарных проектов. Он вел обширное строительство, он развивал науку, то есть фактически весь древний мир смотрел на него, как на самого выдающегося царя. И вот когда он возгордился, Бог и его сбросил вниз, лишив его человеческого разума. И потом Навуходоносор признал, что Бог силен смирить ходящих гордо. Бог силен смирить ходящих гордо. Итак, Эдом подвергся проклятию гордости. Почему это проклятие? Потому что чем выше человек возносится, тем больнее будет падать. В-четвертых, мы видим в этой книге проклятие разорения Эдома, проклятие разорения, 5-6 стихи. Эдом был весьма богатым государством. Однако Бог, не желая больше терпеть их нечестие, позволяет соседним народам полностью разграбить Эдом. В отличие от обычных воров, которые, проникая даже в чью-то машину или в квартиру, в дом, они что-то дооставят. Что-то ценное они унесут, но что-то оставят. Мне кажется, еще не было такого вора, который смог бы унести абсолютно все вместе с мебелью, вместе с коврами, вместе с обоями и полами. Не было еще вора, который мог бы унести все. Но Бог здесь говорит, что Эдом разорят полностью, хуже, чем воры. 5-й стих. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. То есть воры и то украли бы ограниченно. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Я помню, когда в детстве мы ездили в спортивно-трудовые лагеря, и вот у нас была там, наряду со спортивными занятиями, у нас была еще трудовая повинность. Мы на 4 часа выезжали и собирали там разные вещи. То рябину черноплодную, это, кстати, самое было хорошее дело. Чуть похуже собирать крыжовник, и самое плохое, мне больше всего не нравилось, смородину. Так вот, когда мы собирали, после нас надо было заново еще собирать, потому что оставалось еще много всего, и нас за это ругали очень сильно. Так вот, Авдий говорит, если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Но как обобрано у Исава все, и обысканы даже тайники его? То есть даже самое последнее, тайное, где-то отложенное, и то у него забрали, то есть полное разорение, таким будет конец и дома, и его хваленого богатства. То есть фактически это означает, что и дом потеряет не просто часть имущества, он потеряет все свои владения, он потеряет свою землю и свои города. То есть жители убегут, потеряв свою страну. Это полное разорение. В-пятых, проклятие предательства. Проклятие предательства, седьмой стих. Разорение и уничтожение и дома спланируют не просто какие-то его давно известные злостные враги. Это бы можно было еще... Да, это трудно было бы, но это можно было бы понять и объяснить. Самое неприятное – это то, что разорение и уничтожение и дома спланируют его же союзники. Его же союзники. Хотя и домеи жили посреди гор, они понимали, что им нужны друзья, чтобы они могли устоять перед более сильными империями. Поэтому они тоже вступали в какие-то альянсы, заключали какие-то договоры. Однако именно те друзья, на которых и домеи надеялись, от которых они ждали помощи, именно эти друзья предадут их и против них сплетут заговор, так что и дом будет уничтожен коварством. В-шестых, Бог объявляет проклятие безумия. Восьмой стих. Проклятие безумия. Интересно, что и дом славился своими мудрецами. И дом славился своими мудрецами. Ну, например, один из друзей Иова, Елефас, он называется феманитянином, то есть он был из Фемана, с территории как раз и дома. О мудрости и дома говорит также пророк Иеремия. Он говорит о мудрецах и дома. То есть и дом славился своей мудростью. Об этом знали, о том, что там много мудрецов, там есть развитая традиция литературы, мудрости. Но придет день, когда и домеи лишатся оплота нации, мудрых и благоразумных представителей своего народа. Именно в этот момент соседние страны нападут на и дом. Но, лишившись разумных начальников, получив над собой руководителей, которые принимают глупые решения и еще ухудшают ситуацию, потомки Исава не смогут отразить нападение и будут поражены. В седьмых Бог возглашает проклятие страха. Это начало девятого стиха. Для защиты народа от внешних захватчиков требуется бесстрашная армия. Иногда даже небольшое количество бесстрашных воинов способно повернуть сражение вспять и выиграть его. Но когда воины теряют храбрость, то тогда даже большая толпа бежит от более слабого противника, и армия уничтожается, государство падает и так далее. И вот именно с этим в и доме будет проблема. Бог лишит его защитников храбрости, и они не смогут защищать больше эту территорию, и поэтому потеряют ее. Ну и, наконец, результатом всего станет восьмое проклятие. Проклятие гибели нации. Конец девятого стиха. Гибель нации. Это самый печальный итог, который только можно себе представить. Уничтожение народа. Авдий пророчествует, что все на горе Исава будут истреблены убийством. Вероятно, это пророчество исполнилось, когда аравийское племя Набатеев. Набатеи было такое аравийское племя с территории Аравийского полуострова. Они вторглись в Идом, и царство Набатеев постепенно занимало территорию и заняло все города Идома, прогнав Идумеев на запад, заставив их бежать в Израиль. Идумеи переселились на юг Иудеи, но их территория была уже завоевана, и они так и не смогли на нее вернуться. Идумеи остались жить на юге Иудеи, как мы сказали. Потом они участвовали в восстании Иерусалима против Рима, и вместе с иудеями потерпели поражение от Рима в 70-м году н.э. Поскольку остаток Идома должен войти в Тысячелетнее Царство, согласно пророчествам, это упоминается и у Амоса 9.12, и в книге Иаиля 2.23, упоминается остаток Идома. Это означает, что отдельные представители идумейского народа должны были остаться в живых, наверное, смешавшись с другими народами, наверное, смешавшись в первую очередь с Израилем, с Иудеей. Однако народ с тех пор утратил государственность и исчез как нация. И в то время как Израиль, благодаря Божьим обещаниям, был восстановлен как государство спустя долгое время, Идом так и не был восстановлен. Итак, мы увидели суд над Идомом. Дальше объясняются причины суда. Это 10-й и 14-й стихи, причины суда. Пророк говорит здесь о шести грехах, которые вызвали Божий гнев во времена Идома. И надо сказать, что те же самые шесть грехов по-прежнему продолжают вызывать гнев Бога и Его суд и в наши дни тоже. Эти шесть грехов, все шесть, напрямую связаны с отношением Идумеев к Божьему народу в книге Авдея. Первый грех – это притеснение Божьего народа. 10-й стих. «За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда». Подобно тому, как Исаф желал смерти Иакову, точно так же и позднее потомки Исафа и Идумеи желали смерти израильскому народу. И в результате этого они подверглись проклятию. Это следствие Авраамова завета, где Бог говорит «Злословящих тебя прокляну». «Кто тебя умоляет, кто тебя проклинает, тот сам будет проклят Господом». Итак, притеснение Божьего народа. Второй грех – это содействие врагам Божьего народа. 11-й стих. «Содействие врагам Божьего народа». Этот грех равносилен предыдущему. Если кто-то даже сам не нападает на Божий народ, но присоединяется к его врагам, то он становится соучастником тех же самых преступлений. Авдий говорит о конкретном случае, когда на Иерусалим нападали другие народы. Скорее всего, речь идет здесь о нападении на Иерусалим филистимлян и арабов в середине IX века до н.э. То есть, если оценивать содержание книги Авдия, мы не будем сейчас этому посвящать время, это заняло бы у нас много времени, но если оценивать все содержание книги пророка Авдия, то оно наилучшим образом подходит к нападению на Иерусалим, объединенных войск арабов и филистимлян в середине IX века во время правления царя Иорама. Это описано во второй книге Паральпоменон, 21 главе. При этом там упоминается, что был захвачен дом царя, и многие иудеи были уведены в плен. И вот в тот момент, вместо того, чтобы защитить своего брата Иакова, Исаф, наоборот, пользуется слабостью Иакова для того, чтобы причинить ему зло. «Идумеи покупали иудеев себе в рабы». Скорее всего, на это же самое событие ссылается и чуть более поздний пророк Амос. В 1 главе 6 стихе он говорит, «За три преступления Газы» — это один из филистимских городов, как раз нападение, помните, филистимлян на Иерусалим во время царя Иорама. Итак, «За три преступления Газы» — филистимлян, «И за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их и дому». Вот это самая ситуация. Филистимляне вместе с арабами напали на Иерусалим, они пленили этот город, речь не идет о поголовном пленении всего Израиля или всей Иудеи, речь идет о пленении Иерусалима, конкретного захваченного города. И вот, когда они вывели всех в плен, они начали продавать пленников Эдому. И Эдом вместо того, чтобы защищать Израиль, ну или хотя бы не участвовать в этом, они наоборот, как падальщики, набросились на Израиль, и они начали покупать себе иудеев в рабы. Тем самым Эдом уподобился захватчикам и стал как один из них, как мы читаем в Авдея 1.11. 11 стих Авдея говорит, ты стал как один из них. Уподобление захватчикам. Итак, если кто-то содействует врагам Божьего народа, это тоже является основанием для Божьего суда. В-третьих, злорадство по отношению к Божьему народу. 12 стих. Бог осуждает Эдом за то, что они не только участвовали в притеснении Израиля, но они и радовались несчастьем и неудачам. Они не просто даже хладнокровно воспользовались слабостью иудеи, так они еще и радовались по поводу того, что иудеи страдают. За грех злорадства по отношению к Божьему народу Бог тоже проклинает народы. В-четвертых, обкрадывание Божьего народа. 13 стих. Они не ограничились злорадством и притеснениями. Увидев, что иудея захвачена, что люди уведены в плен, они дальше вторглись на территорию захваченных городов и продолжили их грабить. За обкрадывание Божьего народа Бог наказывает Эдом. В-пятых, за убийство Божьего народа. Это начало 14 стиха. Их жестокость в отношении Божьего народа не ограничилась грабежом, но они также и убивали иудеев, которые пытались себя в тот момент защищать. Ну и, наконец, в-шестых, Бог наказывает Эдом за вероломство по отношению к Божьему народу. Это конец 14 стиха. Вероломство, то есть предательство. Тех иудеев, которые пытались спастись бегством, Эдумеи ловили и отдавали захватчикам. Дорогие друзья, если Бог в те времена, во времена Ветхого Завета, возвещал свой суд над теми, кто прикасается к израильскому народу, и Он говорил, «касающаяся вас, касается зеницы ока моего», точно так же сейчас Бог относится и к Церкви, к тем, которые через Христа стали частью Божьего народа. И точно так же мы можем быть уверены, что если какой-то человек притесняет истинную Божью Церковь, настоящих христиан, детей Божьих, если какой-то человек содействует врагам Церкви, если какой-то человек злорадствует над угнетением христиан, если какой-то человек обкрадывает верующих, тем паче предает их на убийство или участвует в том, чтобы их отлавливать и предавать, ну, например, клевещет на них, как иногда было во времена Советского Союза, то это тоже повлечет за собой Божье проклятие, Божий суд. И таких историй тоже немало, когда за вред и ущерб, причиненный Церкви, люди потом заканчивали страшно. Ну, наконец, дальше в оставшиеся двух стихах этой первой части, 15-16 стихи, Господь возвещает Свой суд не только над Идомом, но и над всеми народами. В книге Авдея впервые появляется понятие «день Господень» в 15 стихе. Что такое «день Господень»? Если мы взглянем на это понятие уже более широко на основании всей Библии, всего Ветхого Завета в первую очередь, то мы узнаем, что «день Господень» это время катастрофического Божьего суда в глобальном масштабе. Божий суд иногда постигает отдельные города, как Содом и Гоморру. Иногда Божий суд постигает отдельные народы, когда их завоевывают, например. Но Библия неоднократно предупреждает, что придет время, когда Божий суд падет на все народы земли. И вот это время в конце земной истории, перед наступлением Царства Божьего, перед вторым пришествием Христа. Вот это время как раз и называется в Писании «день Господень». В этот период, который состоится, как мы сказали, в конце нынешней исторической эпохи, все народы земли получат воздаяние по своим делам, подобно тому, как и дом получил воздаяние еще раньше. В 15-16 стихах книги Авдея мы читаем, «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». Помните, что Христос в 24-25, затем главах Матфея, Он рассказывает о событиях последнего времени, и Он приводит притчу о суде над овцами и козлами. «И там Он совершит суд над народами на основании того, что эти народы сделали Мне», говорит Он. Они удивляются, когда мы сделали что-то тебе лично, ведь тебя лично здесь на земле не было, когда мы что-то делали. Он говорит, «То, что вы сделали малым сим, имея в виду Израиль, если смотреть в контексте всего библейского учения, то, как вы относились к Израилю, так вы сделали Мне царю Израиля». И вот это очень хорошо согласуется как раз с ветхозаветным учением о суде над народами, которое начинается у нас еще в книге Авдея. «Близок день Господень на все народы, как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою, ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, будут пить, проглотят, и будут, как бы их не было». В грядущий день Господень на всех этих людей во всей полноте и зальется чаша Божьего гнева. И, как сказано в 16 стихе, это будет продолжаться всегда, то есть это будет уже их вечной участью. При втором пришествии Христа состоится суд над народами, с которого многие народы уже отправятся в озеро Огненное. Дорогие друзья, давайте подумаем о применении этих истин. Если какие-то люди поступают в отношении нас с вами несправедливо, и у нас нет законных способов противостоять этому, мы должны помнить, что мы должны не грешить в ответ, не раздражаться, не осуждать, не гневаться, не мстить. Нам нужно оставить суд Господу и твердо помнить, что посеет человек, то и пожнет. Мы и сегодня в проповеди на первой части собрания тоже слышали об этих же самых принципах. «Когда вы оказываетесь перед искушением, то вспоминайте о том, что непослушание приводит к проклятию, у любого греха есть последствия, даже если на первый взгляд они не видны». Помните, что у любого поступка есть последствия, непослушание приводит к наказанию. Едом стал надеяться на себя вместо Бога и ошибся. Он надеялся на свою силу, на свое положение, на свою защищенность. Дорогие друзья, если мы с вами надеемся на кого-то иного, кроме Бога, то мы тоже ошибаемся. Наша уверенность и безопасность мнимые. Нет той высоты, с которой Бог не способен был бы сбросить гордое сердце. Скорее возложите свою надежду на Бога и живите в Его безопасности, под Его охраной. Глядя на то, как затянувшаяся вражда между двумя братьями породила многовековую вражду между их потомками. Помните, мы говорили, что вражда началась с Иакова и Исава, а продолжилась во вражде их народов, Израиля и Идома. Вот помните о том, что последствия любых личных конфликтов могут быть опасными, долгими и трагичными. Поэтому, если мы становимся участником или свидетелем конфликта между родственниками, друзьями, народами, братьями и сестрами в церкви, то мы должны не подливать масло в огонь, а быть миротворцами и стремиться, как Библия говорит, если возможно, будьте в мире со всеми людьми, потому что любые конфликты могут иметь далекие последствия. Итак, мы с вами увидели первую часть книги Авде, «Божья верность в суде». Божья верность в суде. Давайте теперь посмотрим на остаток этой книги, ее вторую часть, она маленькая, коротенькая, 17-21 стихи, где мы увидим Божью верность в благословении, Божью верность в благословении. Сказав о тех, кто заслужил проклятие, Авде переходит теперь к тем, для кого у Бога заготовлено благословение. В заключительных стихах книги Господь напоминает о трех благословениях, которые Он дал Израилю и по сей день продолжает давать всем верующим. Во-первых, это благословение защиты, благословение защиты, 17-18 стихи. Пообещав истребить потомков Исава, Бог обещает, что потомков Иакова Он напротив благословит. Допуская беды до своего народа, когда они отступали от Него, Господь все равно сохранял и вновь восстанавливал Его, когда они возвращались и раскаивались. То есть Бог верен своему обещанию благословить Израиля, европейский народ и защитить Его. И, дорогие друзья, несмотря на то, что Он наказывал их многократно дисциплинарно, но Он сохраняет верность этим обещаниям и до сего времени. То есть мы видим, что и сейчас Израиль существует, и у Бога есть еще будущее для этого народа, как это обещано во всех пророчествах и Ветхого и Нового Завета. Во-вторых, Бог обещает Израилю благословение земли. Благословение земли. Это 19 и 20 стихи. Господь обещает, что исполнит обещания о земле, которые были даны во сне Иакову, еще раньше были даны Аврааму. Пределы Израиля расширятся во все четыре стороны, как мы в этих стихах читаем, 19 и 20 стихи. Они расширятся на юг, на запад, на север, на восток. То есть потомки Израиля завоюют или завладеют этими разными регионами и тем самым овладеют всей землей обетованной во всех границах, в которых она была обещана Аврааму. От реки до реки. От реки Египетской до реки Великой, реки Ефрата. Тем самым Бог вновь уверяет в неизменности Авраамова Завета. Благословение земли. Ну и в-третьих, благословение царства. Благословение царства. 21 стих. 21 стих говорит. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Благословение, которым завершается книга Авдея, напоминает израильтянам и всем нам о том великом царстве, которое создаст Господь и участниками которого мы с вами будем. Нам важно понимать, что как израильский народ, так и все мы в конечном итоге имеем эти благословения не потому, что мы их заслуживаем, не потому, что мы расположили к себе Бога, не потому, чтобы Он нашел в нас что-то хорошее, не потому, что наши жизни, дела обратили на себя Его внимание. Кто думает, что именно на основании этих вещей человек может получить Божье благословение, тот сильно ошибается. Библия говорит, все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Все мы ничуть не меньше жителей и дома по своим делам достойны полного и непрекращающегося Божьего проклятия. Однако Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Это Галатам 3, глава 13 стих. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано проклят всякий, висящий на древе. Христос, вися на кресте, взял на себя проклятие закона, которое предназначалось для нас. Дабы, продолжает Павел, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. И мы тоже возвращаемся к Авраамову завету. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Каким образом? Через Новый Завет, через Иисуса Христа, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Это Галатам 3, глава 13-14 стихи. То проклятие, которое по справедливости полагалось нам, по милости, взял на себя сам Христос. Вместо того, чтобы излить на нас чашу гнева, Бог излил гнев и проклятие на своего Сына Иисуса Христа. Он излил на Него тот гнев, который предназначался для нас, грешников. Он обратил на Него проклятие, которого заслуживали мы за свои грехи. Христос пережил всю полноту проклятия, стыда, предательства, проклятие смерти, проклятие отвержения Отца. Он воскликнул на кресте, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? И благодаря Его заместительной смерти на Голговском кресте сегодня каждый человек может стать получателем того благословения, которое когда-то Бог обещал Аврааму, и о котором на страницах книги Авдея Бог напоминал своему народу. И мы ждем этих благословений защиты земли и царства. Поэтому мы молимся в молитве Господней, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Дорогие друзья, благодарите Бога за то, что милость Его превозносится над судом. Лишь по этой причине мы сегодня, понимая всю тяжесть своей вины пред Богом, смотрим в будущее с надеждой и радостью. Потому что мы верим, что благодаря праведной жизни и заместительной смерти Христа мы избавлены от вечного проклятия. Мы надеемся не на свою праведность, но на праведность Христа. Благодарите Бога за то, что Он подарил вам веру, и что сегодня вы Его дитя, если это действительно так в вашей жизни. Благодаря этому, через веру, проклятие снято с вас, а Божье наказание, если таковое случается в вашей жизни, имеет исключительно воспитательную функцию. То есть Бог не гневу своему подвергает нас с вами, а воспитательному наказанию, как Отец воспитывает детей, ради нашего блага, для исправления, как учит послание к евреям. «Сейте любовь, заботу, смирение и делайте все, что только можете, чтобы не сеять ненависть, гордость и корысть. Останавливайте и мотивируйте себя библейским обещанием плодов, соответствующих посеянному семени». То есть сейте доброе семя, что посеет человек, то и пожнет. То, что мы будем сеять своими поступками, своим поведением, то и будет проявляться. Наблюдая какие-то печальные обстоятельства, которые снова и снова повторяются в нашей жизни, попробуйте внимательно оценить свою жизнь, свои поступки, слова и мотивы. Возможно, все это является естественным следствием того, что вы сами же сеете. И в таком случае эти плоды не перестанут проявляться в вашей жизни до тех пор, пока вы не перестанете сеять семена, которые ведут к этим плодам. Каждое из трех благословений, о которых Господь напомнил Израилю в книге Авдея, касается будущего. Однако утешаться и жить надеждой на это Господь повелевает нам уже сегодня. Это учит нас, что для того, чтобы в наше сердце вернулись радость и покой, не обязательно что-то должно поменяться в наших обстоятельствах. В любой момент мы можем смотреть на Божьи обещания и доверять, что Бог приготовил нам славное будущее. Помните, как Христос говорил Своим ученикам, «Не бойся, малое стадо, ибо Отец приготовил вам что? Царство». Давайте мы вспоминать о Божьих обещаниях, о прекрасном будущем Божьих детей, находить в этом утешение, надежду и мир. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты через книгу верного раба Твоего и пророка Авдия Ты предупреждаешь нас о том суде, который ожидает всех врагов народа Твоего, всех, кто будет угнетать Израиль или Церковь Твою. В конечном итоге суд совершится над всеми народами, которые в последнее время восстанут против Израиля вместе с Антихристом. И мы благодарим Тебя за обещание благословения и защиты и царства для всех, которые являются наследниками Твоих обещаний. Мы благодарим Тебя за то, что Ты верный Бог и обязательно совершишь все, что Ты сказал. Мы принимаем это верой. Помоги нам успокаиваться и утешаться в Твоих обещаниях. Аминь. Тебя